Воспитная служба информации телерадио компании Гомелю, студии працы Марина Джала, глядите в этом выпуске. Самая великая в Беларуси сонечная электростанция открылась в Каля Речицы. Больше за полторы тысячи тонн сельской господаршей продукции реализована на Восинских кермашах у Гомельской области. Гомельский городский молодежный театр ярко и видовищно означал свое 25-ти годы. А зараза богатым иншим больше подробязна. Самая великая в Беларуси сонечная электростанция открылась в Каля Речицы. Ее могутность 55 мегаватт, побудована по заказу вытворчих объединений «Беларусь-нафта». На 115 гектарах установлено омаль 218 тысяч сонечных панелей. По ставшукам обсталявания выступила славянская компания, которая вырабляет фотоэлектричные модули премиум-класса. Дорогие до этого рекордсменам в Беларуси лечилась фотоэлектричная станция, которая находится Каля Брагина. Ранее минавито яна носила статус самой великой в нашей краине. Ее помер больше за 40 гектаров равнозначны площадь 60 футбольных палев. В той час, як махчымастью, агаэта 85 тысяч сонечных панелев, магутнастью больше за 18 мегаватт, хапила б для уключения усёй вечерней подсветки Минска. Новая же электростанция, Каля Речицы, пераузыходзіць усе гэтае пакашчыкі большаму два разы. Вугуле або два паркі закліканы удыхнуць жыцё у тэрыторії патярпелые адавары на Чарнобыльской АЭС і стаць прикладам таго, як забрудженныя землі могут быць выкарыстыны ў коммерциной дзейнасці і прыносіць карысь мясцовой экономіцы. Дарышы, згодна з Державной программой энергосберажэння до 2020 года у нашей краіні плануюцца будавніства соняшных электростанцій суммарной магутністю немець за 250 мегаватт. Больш за паутары тысішы тонн сельскохаспадаршый продукцы реалізавана на Восінських кермашах ў Гомельской в області. Всяго у регіоні проведзена звыж 730 кермашовых меропрыємстваў. Абйём чыстага продажу перавысів мільйон рублёў. Прышым цэны на плодоагароднену продукцу знаходзіцца ў адзіным діапазоні па ўсёй в області і на узроўні тых, які склаліся ў іншых регіонах республіки. На кермашовых пляцовкух шырокім асортыменті праставлена продукцыя новых аураджаю. Бульба, капуста, бураки, морква, цыбулі і гэтак далі. Таксама тут можна набыць мясну і малошную продукцу, рыбу, мёд, грыбы, саджанцы, плодова, ягадных древ і кусты. Кермашовый сізон праатягніцца да канца в осіні. Да новіна ў культурнага життя регіона. Гомельскі Гарацкі Маладёжны Театр ярка і відовішна, азначуў своё 25 годзе. На сцені разгорнулася грандиозне шоў зуделам ўсёй творшай трупу установы. Вероніка Ворошыліна, Володая, подробязнастями. За 400 годзі Гомельскі Гарацкі Маладёжны Театр піражыв немало узлётаў і падінняў. Ён починал свою дійнасць, як піршу республіцы приватны незалежны театр. Ёберей не просто театр, а сберей сегодня, кстати, того человека, который подарил городу театр. Григорию Фиглину исполнилось бы 60 лет. Ёго с нами нет. Так получилось, так сложилась жизнь. Но я считаю, что живым памятником ему это наш театр, который он начал. Потому что подарить городу театр – это событие незаврядное. Загады дійнасті Гомельскі Гарацкі Маладёжны Театр робіў ставку на интеллектуальну і сучасну беларуску і замежную драматургію. Тут ставіліся комеды і мелодрамы, психологічны і піесы, каскі для дяцей. Творшым коллектывам установы створаны шарах таліновітых прым'ярных работ, які ўражуваець працтаўнікаў розных пакалініў і поглядаў. Одна з апошніх – спектакль «Методг». Гэта психологічны трылер, які пропануе глядачам стаць святками експерименту, дзе за невінными, на першы погляд, трэнінгами і тестами хаваюцьобе злітовсныя манипуляція з чалавейшай свядомасцю. Спектакль «Метод» выклікаў шквал адмеркаванняў і у аматорав высокага мастацтва і укрытыкаў. Дарэшы коллектыў Гомельскаго Гарацкога Маладёжнага Театра не боіцца творчых експериментав і заусёды демонструя высокі узровінь актёрской ігры. А інакшы нельга, бо сама унікальная сцена без закулися, якая максимальна набліжа актёраў до глядашоў, не дозволяем бы со своими прыхильниками нешчырыми. Всегда хотелось вот это, получить эту эксклюзивность этого театра, выйти на эту сцену, потому что она унікальна, это близець к зрителю, где нельзя обманувать ни в коем случае, каждая деталь сразу видна, неправильный взгляд и так далее. И казалось, как это вообще возможно на этой сцене. Потом я всё-таки сюда, меня приняли в трупы этого театра, и уже в этом удовольствии 14 с лишним лет я нахожусь и получаю удовольствие постоянно. Своё 25-годзе Гомельский городский молодёжный театр отзнашую ярко и видовищно. На сцене разгорнулося грандиозное шоу, якое расповядала про головные подеи установы с историей до женёй у 400-годзе. У ділу яскравым святочным діяни приняла уся творчая трупа. Подбурные овацы глядаши сустракали як ведучих майстров сцены, так и починаючих актёров. Гомельский городский молодёжный театр – это одна великая и дружная семья. Установа объединувая людей, готовых самоданно працовать, уличивая уже новые тенденции развития сучасного театрального мастацтва. Насчёт коллектива, что могу сказать? Это мечта. Вот если у человека есть какое-то идеальное представление о том пузыре, в котором он хочет находиться каждый день, то это то, что я себе представляла. Именно то, что я себе видела. Представляла вот в мечтах своих. Потрясающие люди, замечательная атмосфера. Сюда хочется приходить, работать, с людьми хочется контактировать. Замечательная вся. В Гомельске городский молодёжный театр имкнется дариться инглидачам первоважно узоры высокой драматургии, закликанную извышать шмат функциональную роль мастацтва. Сёня у коллектива немало творчих идей и планов на будушенью, а значит, гэты установы обовязково шакают новые перемоги и здяснений. Я желаю нашему коллективу жить как можно дольше. Я желаю нашему коллективу стабильности, благополучия и морального, и психологического, и, разумеется, материального. Я желаю нашему коллективу интересной работы и удовольствия от осознания того, что вот этот день мы начинаем в театре. И в театре же его заканчиваем. Вероника Ворошилина, Игорь Марыченко, телерадоя компания «Гомель». Артысты Гомельской областной филармонии рыхтуют творчий подарунок аматорам якосной музыки. 26-го Кострышника на сцене Громадского культурного центра отбудется концерт под назвой «Я веру». У сопровожения эстрадно-симфоничного оркестра имя Юры Василевского со своей сольной программой выступит Александр Пономаренко. Яскравый тембр, музычная палитра от классики до рока, и вытонченная манера выконанья робят его выступления саправды неординарными. Разом с Александром Пономаренком на сцену выйдут и иншие вядомые солисты областной филармонии, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а так само специально запрошенные гости. Концерт ладится у рамках великого творчого проекта филармонии «ВИВАТ ОРКЕСТР». И он мает долгый терминовый характер и предугледживает цикл самых разных музычных программ. Выстава советских плакатов протягивает свою работу у Палацы Румянцевых и Паскевича. Это частка выставочного проекта, присвеченного 100-годовому юбилею Кастрышницкой революции. Коллекция плакатов охопливает период с 1920-х до конца 80-х годов. В тот час они играли великую роль у житей социалистичного громадства, пропаганде и агитации. А сегодня это не только оригинальные творы графичного мастерства, а и уникальные исторические документы. Советские плакаты появились в годы пролетарской революции, и час их народжения практически совпадает с народжением первой в свете социалистичной державы. Они закликали народные массы до борьбы за свободу и социальную справедливость. Мастерство плаката было доступно широким массам. Его образы были зрозумелые каждому. Короткий энергичный тест-лозунг, который сопровождал малюнок, был лаконичный и легко запоминался. Серо 30 агитационных картин, представленных на экспозиции, есть работы Виктора Дэни, одного из основанников советского политического плаката, и Нины Ватолиной, автора широко вядомого плаката «Не балбачы». В Речицком районе мужчина продухилив выбух газового баллона. Вечера Олег Янкович вертался с працы. Закна автобуса убачил, как с дома одновязковки идёт дым, не раздумываючи побег до места здарения. По дороге выкликал выротовальников, а затем, рискующий житём, кинулся у палаючий дом. На порозе сутыкнулся с господиней, яка и поведомила про небезпечный баллон. Пробравшись до этого, мужчина перерезал шланг подачи газу. После узвалил баллон на плечо и стал выбираться с хаты. До этого момента подоспели выротовальники, которые приняли баллон и завершили операцию по бесшкоджвании. ГТ и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tivergomil.by Далее у эфира «Спортивный огляд». З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.